2 июня, Всемирный день здорового питания. Сегодня многие люди в суете забот не обращают внимания на то, что они едят. А ведь вредное и несбалансированное питание зачастую приводит к различным заболеваниям. Здоровье, как говорится, не купишь, а вот полезную пищу приобрести вполне возможно. Не секрет, что самыми большими любителями здорового питания являются профессиональные спортсмены. И сегодня выбрать правильную еду нам поможет баскетболист БК Химки Руслан Потеев. Руслан, привет! Пойдем? Пойдем. Первое заблуждение, которое касается здорового питания, это полное исключение жиров из вашего рациона. Жиры – это своего рода строительный материал для синтеза веществ в организме, и они также необходимы, как белки и витамины. Конечно, жирными продуктами не нужно сильно наполнять рацион, и употреблять их в пищу лучше всего за завтраком. Молочные продукты в основном все едят на завтрак, в том числе и я. Это всегда может быть по-разному от творога, со сметаной, конечно, может быть не совсем жирной, да, так как не надо же есть жирную сметану, но со сметаной. Либо там сырковая масса, йогурты, бутерброды с сыром, с колбасой, мне кажется, они всегда приветствуются на завтрак. Главным источником для набора мышечной массы является белок. В нашем организме он расщепляется на аминокислоты, которые, в свою очередь, синтезируют новые клетки. Большое количество белка содержится в продуктах животного происхождения. Это яйца, молоко, творог и, конечно же, мясо. В первую очередь, мясо курицы. Однако при его приготовлении у людей возникает дилемма – пожарить или сварить. Первое – вредно, второе – не всегда вкусно. Однако Руслан Потеев уверен, что и здоровое питание может быть вкусным и разнообразным. И приготовить блюдо можно различными способами, при которых тоже, например, мясо не потеряет своих полезных свойств. В пароварке, допустим, на пару, когда делается что-то, то вроде получается как бы нормально и не так, скажем, плохо для организма. Вроде на пару получается и вкусно, и полезно. Прием полезной пищи способствует не только хорошему самочувствию, но и ведет к достойному внешнему виду. Если правильно соблюдать рацион и при этом не сидеть сложа руки, то со временем ваше тело обретет совсем иной облик. Однако даже самый старательный человек в спортзале не добьется успеха, если будет питаться неправильно. В основном, конечно, много очень зависит от того, как ты питаешься. Даже иногда, когда ты идешь в тренажерный зал каждый день с неправильным питанием, бывает проблема. Ну, как бы проблема, потому что ты вроде бы хочешь результата, а поскольку ты понимаешь, что ты питаешь неправильно, результат совсем-то другой. Даже тренируясь. При постоянной физической нагрузке спортсмены могут позволить себе пренебречь здоровой едой в пользу жирной пищи. И это оправдано. В отличие от большинства, они сгоняют лишнее путем ежедневных многочасовых тренировок. Однако с наступлением лета даже профессионалы предпочитают употреблять более легкие продукты. Елизавета Щербакова – вратарь самой популярной женской футбольной команды страны «Россиянка». К питанию спортсменка относится внимательно. Когда жарко, ну, летом в основном, хочется, конечно, быть в лучшей форме. И больше приходится есть овощей, фруктов, ягод. Действительно, каждое лето продавцы фруктов радуют нас свежей вишней, черешней и остальными полезными для организма ягодами и фруктами. Это здорово, ведь они содержат в себе витамин С, углеводы, клетчатку и множество других биологически активных веществ. Даже гарнир лучше всего заменить овощами. Вместо, например, макарон – приготовить овощное рагу. Сделать как бы овощное рагу. Это вот из тех же самых баклажанов, кабачков. Просто нарезать их мелко, обжаривать, добавлять, ну, конечно же, лук, морковку. Мода на здоровое питание появилась совсем недавно. Следить за собой и вести здоровый образ жизни становится все престижнее. Однако в восприятии и понимании, что такое здоровое питание, бывают и ошибки. Очень часто от многих девушек мы слышим фразу «я не ем после шести». И то, что в шесть вечера питаться последний раз за день – это тоже как бы неправильно. Я, допустим, ем. Даже могу в девять часов вечера поужинать, потому что ложусь спать в основном в одиннадцать. Химчане к здоровому питанию относятся положительно. Да, порой на то, чтобы смотреть в тарелку, попросту нет времени. Однако главное – это стремление и желание употребить в пищу хорошую и качественную еду. Нужно стремиться, безусловно, питаться здоровой пищей, но это не всегда получается. Поэтому если есть возможность финансовой и временной, то, конечно, лучше убирать здоровую пищу, безусловно. Итак, для того, чтобы питаться правильно и при этом не сильно себя ограничивать, следует помнить лишь некоторые правила. Питаться рационально, не налегать на жирное, особенно в летний период, и, конечно же, заниматься спортом. Сегодня это вполне доступно и не только в спортзалах, но и прямо на улице. Ведь Химки – это город по-настоящему большого спорта. И помните главное – мы – это то, что мы едим. Павел Рыбаченко, Алексей Козеров, Константин Королев. Служба новостей. Павел Рыбаченко, Алексей Козеров, Константин Королев.